Итак, у нас процесс коммуникации представляет из себя следующее. Это наличие двух собеседников. В одном случае у нас есть один собеседник, когда мы внешне смотрим. То есть, вот Татьяна сказала, я думаю, все поддерживают. Коммуникация это все-таки процесс общения с самим собой. Это тоже коммуникация. Просто чаще мы переносим это на внешнее, что коммуникация это внешнее общение. Но при этом эта схема действует, и если мы будем рассматривать ее как общение с самим собой. Тогда есть один голос у нас в голове, и второй. А если рассматривать внешне, то у нас получается так. У нас есть собеседник номер один и собеседник номер два. Предполагаем, что в данном случае, сегодня, что мы будем с вами тренировать, мы с вами будем собеседником номер один, чтобы от него идти дальше по составляющим. Итак, очень важный момент, что собеседник один и собеседник два у нас имеют свою картину мира. То есть, кажется, вот встретились два человека, ну ты человек и я человек, все классно. Но ничего подобного. У меня есть своя картина мира, а у второго есть своя картина мира. И вот эти картины мира как раз начинают нам создавать некие вот эти вот моменты трения. Кроме картин мира есть еще моменты, которые тоже становятся некими фильтрами в процессе коммуникации двух собеседников. Итак, значит, предполагается, что у нас есть один собеседник, второй у нас есть некая информация или в случае, когда мы не общаемся словами, у нас есть некое состояние, вот это. То есть, первый собеседник передает некую информацию или некое состояние второму собеседнику. Все казалось бы просто, да? Три элемента в коммуникации. Один, второй и нечто, информация, сообщение какое-то, состояние которое от одного к другому передает. Но здесь вмешивается, кроме картин мира еще, да, есть вот эти два момента, два фильтра. Первое, это сам процесс передачи. Первый собеседник, который передает свое сообщение, предположим, что этот просто стоит и слушает, молчит, пока он не включился, да? Он не стал таким же активным, как первый. Итак, первый собеседник у нас делает передачу вот этой информации и здесь включается вот что. Кроме того, что он говорит, кроме того, что, Саша сказал, словами, да, передача, кроме слов включаются вот эти составляющие. Мы говорим свою вот эту информацию, свой состояние, мы говорим словами, мы говорим позы, мы говорим ту или иную интонацию и мы говорим состояние. При условии, что если мы говорим словами, у нас состояние все равно есть. Если мы молчим без слов, у нас просто состояние остается и поза остается, да? И тут еще множество каких-то тонких наслаивается моментов, которые мы сейчас дальше можем вынесли. Дальше, мало того, что все это наложилось и пошло дальше по второму собеседнику. Второй собеседник включает свой фильтр. И этот фильтр у нас называется интерпретация. То есть, получая вот эту информацию или состояние от первого собеседника, второй начинает все это интерпретировать через свои какие-то видения мира. И здесь, чтобы этот фильтр сделать более прозрачным, необходимо тренировать что? Необходимо тренировать внимание, да? Потому что второй собеседник, предполагая, что он слушает, этот говорит, этот слушает и интерпретирует, что ему говорят. Если он к этому относится невнимательно, не концентрируется на том, что он говорит, не пребывает осознанно в данной ситуации, то он тогда пребывает в своей картине мира, и у нас получается вот такая вот коммуникация через... Можно вопрос? Калина, как мне собеседнику сказать, включи сознание. Слышишь ты меня или нет? Здесь, да, здесь надо все-таки индивидуально смотреть. Потому что вот почему я акцент сделал, в первую очередь, на картинах мира, что мы не сможем с вами сейчас, как бы мы ни старались, выработать идеальные правила коммуникации от одного ко второму. Потому что нам все равно нужна будет уникальность, да, картины мира второго человека. Поэтому мы сегодня с вами сделаем все-таки акцент не на втором, а на другом, да? Мы можем и это тоже тренировать на самом деле. Но здесь нам нужно будет и исследовать различные классификации людей. Например, и классификации просто людей, а потом есть те методики, которые разработаны, как люди из разных ролей общаются. Но это касаться будет второго. А мы сегодня с вами акцент сделаем на нас самих, на том первом собеседнике, которым мы являемся. И акцент сделаем вот на вот этом фильтре, который включается у нас, когда мы начинаем передачу информации. То есть мы с вами поговорим о наших позах, о наших интонациях, о наших состояниях. И сюда вот тоже немножко к слышанию тоже задеем. Вот в целом это у нас процесс коммуникации.